Десантник однажды, десантник навсегда. Виталий Михайлов оставил большой след в истории единоборства. 22 августа этого года – большая утрата для мира спорта. На 40-й день родные и близкие коллеги почтили память Виталия Карловича. Сегодня здесь не только саровчане, но и люди, которые живут по всей нашей большой стране. На всех он так или иначе повлиял. И вот эта великая сила учителя, наставника, умение продолжаться в своих учениках, она будет жить в нас еще очень долго. И вот в этом его, наверное, самая главная заслуга. Видно было, что от этого человека исходит такая энергия, такой опыт жизненный, который ребятишки все время впитывают, впитывают, впитывают. И поэтому вот такое огромное количество людей сейчас, которые здесь присутствуют, и еще больше, наверное, которых здесь нет, благодарны этому человеку. Насколько один человек может оказать влияние на огромное количество людей? От маленького возраста и среднего, и так дальше. Та аура, которую он за все эти годы заложил, она находится в зале, в воспитанниках, в тренерах, которые продолжают его дело. И тот дух борьбы, тот дух спорта, дух тренера Карловича, он там, он с нами. Нет! Давай-давай! 521, 522, 523, дергаем кольцо. Эта фраза отложилась в памяти юных десантников надолго. Простая считалочка помогала отмерить время в полете, через которое нужно раскрыть парашют. На военно-полевых сборах десантник однажды, десантник навсегда. 17 сыровчан освоили прыжки с парашютом. Шестеро из них прыгали в первый раз. Стражнее всего стоять в самолете, когда вот открытый люк, мимо проносится ветер, ты смотришь вниз и просто все застилается весь разом, и ты выпрыгиваешь оттуда. Летишь первые три секунды, это страшно, а потом просто так уже наслаждаешься. Второй прыжок не так уже запомнился, но он был на следующий день, так что большого промежутка времени между ними не было. Почти то же самое. Прыгали юные десантники на аэродроме города Богородск. Перед практикой обязательный теоретический инструктаж. Затем ребята закрепляют, как выпрыгнуть из парашюта, вести себя в воздухе и как правильно приземляться. На сборах сыровчане были три дня. В первый день после приезда ставили армейские палатки и дежурили на полевой кухне. Сборы как бы начинались с того, что нас загрузили в автобус, отправили. Мы приехали, разгрузились. И первое, как бы самое, не знаю, наверное, всем запомнилось, тем, кто особенно не прыгал, это сбор палаток. Это было самое страшное, наверное, для них, что там происходило. Потому что, ну да, армейские палаты. Потому что по большей части много человек приехало на такие сборы в первый раз, и для них это было как-то в новинку. Помимо прыжков с парашютом проводили огневую подготовку по обращению с оружием. По вечерам все смотрели военные фильмы. Полевые сборы для участников военно-патриотического центра «Полигон» не редкость. Такие выезды не устраивают по нескольку раз в год. В октябре Никита Семин участвует в поисковых работах. В прошлом году они работали в Демянском котле, где находили и перезахороняли останки советских солдат. Очень было страшно по ночам. Когда выходили в ночный караул, были дикие животные, такие как еноты. Они у нас очень часто вырвали, смыслик, всякие еду. Светили фонариками, и очень много было глаз. Это очень было страшно. Кто-то хочет в будущем работать в правоохранительных органах, а кто-то готовится к воинской службе. У юных саровчан были разные мотивы выбрать направление военно-патриотической подготовки. Но одно их объединяет абсолютно точно. Это любовь к своей стране, к родному краю. Максим Кистанов работает в специальной пожарной охране МЧС России. Легкой атлетикой занимается более 27 лет. В спорт пришел 16-летним юношей за компанию с друзьями. И теперь бег для Максима стал образом жизни. Легкоатлет занимался у нескольких тренеров. Сейчас спортсмен работает с наставником Сергеем Куриным. Чтобы поддерживать себя в форме и повышать мастерство, Максим регулярно участвует в соревнованиях. На первый Чебоксарский полумарафон спортсмен также заявил свою кандидатуру. Трасса забега проходила вдоль акватории Чебоксарского залива и московской набережной реки Волга. Максим бежал дистанцию 21 километр 97,5 метров. Там старт довольно-таки небольшой, я имею в виду по ширине. Не получилось встать в первую линию. И когда стартанули, лидеры убежали сразу вперед. И мне пришлось там чисто обходить. Эти люди стеной просто стоят и не дают это лидерам вперед вырваться. А когда уже там вышел, лидеры довольно-таки далеко убежали. И смысла не было догонять, потому что очень много сил потратишь. До 10-го километра Максим бежал наравне с еще тремя спортсменами. Постепенно Саровчанин стал догонять тех, кто вырвался вперед. На развороте в сторону финиша Максим еще прибавил темпа и оставил позади преследователей. В итоге спортсмен прибежал третьим и показал время 1 час 14 минут 12 секунд. У четвертого места Максим выиграл порядка 20 секунд. До этого успехи Саровчанин показал и на других забегах. Я бежал еще 10 километров в Саранске, там у меня получилось выиграть. А тогда я и марафоны в призы иногда подал, и полумарафоны у меня тоже довольно-таки хорошо получались. И в Нижнем там побеждал, и второй был в Казани на полумарафоне, четвертый был в Самаре на марафоне. В Спартакеаде ветеранов спорта Нижегородской области по легкой атлетике приняли участие спортсмены из Арзамаса, Держинска, Кстова, Бора, Выксы. Максиму Кистанову удалось вырваться вперед и занять верхнюю ступень педестала и на этих соревнованиях. Спортсмен взял золото на дистанции 2000 метров. Максим говорит, что на каждом забеге он работает на результат. Это поддерживает свою физическую форму, и надо выступать именно на стартах, чтобы в дальнейшем, там, на других стартах, допустим, попадать в призы или выигрывать. То есть это постоянно должна быть практика участия в соревнованиях. Сейчас Максим Кистанов готовится к октябрьским соревновательным забегам. Основной вид спорта Дмитрия Бакайкина – лыжные гонки. Ими он занимается 15 лет, а вот бегать спортсмен начал примерно год назад. Для Дмитрия городской чемпионат по легкой атлетике – контрольная тренировка, чтобы проверить свои силы и физическую подготовку перед московским марафоном. На соревнованиях Дмитрий выбрал дистанцию 3000 метров. Я не совсем знаю всех конкурентов, поэтому я не могу сказать, получится сегодня выиграть или нет. Ребята приехали некоторые новые, очень сильные. И что ожидать от себя, в первую очередь, я тоже не знаю. Посоревноваться в беге на стадионный кар пришли не только профессиональные спортсмены, но и любители. Елена Козлова – бывшая воспитанница Марины Мачкаевой. После долгого перерыва в легкой атлетике Елена решила испытать себя на дистанции 100 метров. У меня ребенок занимается спортом, хоккеем. И я решила, как мама спортсмена, попробовать себя опять в спорте. Получится ли у меня это или не получится. И с июля месяца я тренируюсь потихонечку. В субботу ездила на спартакиаду, попробовала свои силы на 60 метров. У тренера Марины Мачкаевой в чемпионате и первенстве города по легкой атлетике участвовали порядка 40 воспитанников – школьники и студенты с РФТИ. К участию в забеге также подтянулись и сами родители. Ну, в августе месяце мы собрались после отдыха и потихонечку начали готовиться. Ну, еще что отравлено, что наши дети, воспитанники спортивной школы «Кар», «Дюшикар» пригласили своих родителей выступать на этих соревнованиях. Чемпионат и первенство города по легкой атлетике для Сарова стал уже традиционным. Соревнование проводится на протяжении 30 лет. В нем принимают участие разновозрастные бегуны. Всего на забеге предусмотрено 4 дистанции – 100, 400 метров, 1500 метров для женщин и 3000 метров для мужчин. В нем принимают участие сотрудники РФТИ, студенты, даже маленькие дети, сегодня пришли 6-10 лет. Также работники муниципальных организаций и студенты с РФТИ, медколледжа. Возрастные группы участников от маленьких, от 6 лет, и до 55 и старше. Есть и по 75 лет, которые бегают, участвуют в соревнованиях. Здесь у нас участвуют спортсмены, чемпионы России. Участников легкоатлетического забега поздравила призер Олимпийских игр Татьяна Фирова. Призовые места распределили по возрастным группам в категории мужчин и женщин. Победители чемпионата и первенства по легкой атлетике получили подарочные сертификаты в спортивный магазин.